Выполнение работ планируется провести для минимизации, опять-таки, возможных неудобств, проводить по ночам. То есть это три ночи. С пятницы на субботу, с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник. Это где-то около, если последняя автобусная остановка на территории Зашистинского района, если ехать в индустриальную часть города, от нее где-то примерно метров шесть в сторону Зашистинской части. Вот точки, где будут производиться данные работы. То есть там, где мы пытались сделать прокол. По сути дела, работа будет выполняться за два этапа. Сначала делаются раскопки и укладывается половина футляра, куда будет потом заложена труба на половине Октябрьского проспекта. Далее, это вот за ночь, да. Далее к утру до 7 часов утра это все засыпается песком, щебнем и сверху укатывается асфальтовой крошкой и равняется. Для того, чтобы в 7 утра открыть полностью движение в данном направлении по всем шести полосам. То есть получается где-то вот в период с 20.00 до 7 утра будет ограничение движения, когда вместо шести полос останется три полосы, да, с 22.00 до 7 утра. А с 7 утра планируем открывать движение полностью, только по одной части будет асфальтовое покрытие, где можно ехать, да, по другой части будет покрытие из асфальтовой крошки. Но абсолютно это не будет препятствовать движению транспортных средств. Соответственно, на вторую ночь с субботы на воскресенье мы планируем такую же работу проводить по второй половине Октябрьского проспекта, да. И третья ночь с воскресенья на понедельник – это восстановление и нанесение асфальтового покрытия на дорогу для того, чтобы полностью закончить работу на всем протяжении вот этого площади. Несмотря на то, что мы восстановим к утру, субботы, воскресенья возможность проезда без ограничений, но понятно, что это будет асфальтовая крошка, да, то есть это не твердое асфальтовое покрытие. Хотел бы все равно призвать к соблюдению установленного скоростного режима на мосту и на Октябрьском проспекте. Продолжение следует...